Сотни тверичан уже успели приложиться к мощам Николая Чудотворца. Святыня прибыла в Кафедральный Спасо-Преображенский собор областного центра. О том, сколько она еще пробудет на Тверской земле, расскажем далее. 7 марта в Тверь прибыл ковчег с частицей мощи святого Николая Чудотворца, архиепиского Мерликийского. Вместе с прихожанами и духовенством в Спасо-Преображенском кафедральном соборе святыню встречали митрополит Тверской Кашинский Амвросий и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Для встречи ковчега с мощами на ступени храма выстроился почетный караул. Десятки прихожан пришли заранее, чтобы собственными глазами увидеть момент прибытия ковчега. Мощи Николая Чудотворца, которые в этом году привезли в Тверь, поистине уникальны. Ковчег, прибывший в наш город, это ковчег с частицей мощей святителя, святым миром от мощей святителя и частью гроба, в котором в 1087 году были перенесены мощи великого угодника Божьего. Ковчег из итальянского города Бари был передан святейшим патриархом Кириллом в Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга в 2022 году. Великое событие для собора, потому что великий святой, почитаемый на Руси, пребывает здесь своими мощами несколько дней. К сожалению, не всем возможно поехать в город Бари и поклониться честным мощам святителя Николая. А здесь есть возможность довольно большая частица мощей, была передана некоторое время назад в Новодевичий монастырь. Это те самые мощи, которые пребывают в Бари. Их довольно большая частица. Поэтому тех, у кого нет возможности в Бари съездить, приглашаем приложиться к мощам именно здесь, в момент их принесения. Святителя Николая в народе величают скорым помощником. Прославился он как великий угодник Божий, ставший одним из наиболее почитаемых православных святых во всем мире. Как и при своей жизни, святитель Николай помогал многим людям. Так и после не оставляет этот мир людей. С верой, обращающихся к нему за помощью в самых разных скорбях и нуждах. Просить святителя можно обо всем. С любыми просьбами и от чистоты сердца. Мы иногда не совсем понимаем, что небесные силы и святые Божьи готовы помочь нам в любых наших проблемах, не просто избавив нас от сложностей, но помогая прожить с правильным качеством любые жизненные обстоятельства, как негативные, так и позитивные. Все праздничные выходные мощи находились в Твери. Чтобы поклониться святыне в Спасо-Преображенский собор, приехали не только жители Тверской области. Были тут паломники из Москвы и Подмосковья. В каждом населенном пункте, в каждом городе Тверской области, в каждой деревне, в каждом селе, в каждом доме обязательно есть икона святителя Николая. И мы все прекрасно знаем, еще с детских лет, что самый быстрый молитвенный отклик на просьбы с чистым сердцем это именно у святителя Николая. Мы приехали из города Зеленоград поклониться мощам святого Николая Чудотворца, чему мы просто несказанно рады. Вера – это для всех важно. А в моей семье сейчас происходят события, которые свершились благодаря Николаю Чудотворцу. И я теперь в этом убедилась в тысячный раз. Поэтому я хочу поклониться, сказать ему спасибо за то, что он сотворил чудо в моей семье. Я приехала из Москвы специально, когда узнала, что будет здесь. Я считаю, что помогает очень сильно. Я болела сильно, до сих пор живу. Ну, да, значит, помогает. Я коренная тверичанка. У меня еще бабушке помогал. Николай Чудотворец и маме, и мне. Так что обязательно надо ему поклониться. Я волнуюсь даже. Покровитель нашего храма, я из Кувшинова, храма святителя Николая Босилькова. Конечно, очень почитаем наш любимый святой. Потому что он всем очень быстро помогает. Потому что он откликается на молитву. Его все очень любят. Постоянно обращаемся. И постоянно помогает. Лично мне он помог в жизни. Помощь была от него сильная. Поэтому я ему преклоняюсь всегда. Уже знаете, о чем сегодня попросите? Ну, конечно, о мире. Но на этом пребывание мощей святителя в Тверской области не закончится. С 11 по 13 марта мощи будут находиться в Николаевском Клобуковом женском монастыре в городе Кашин. С 13 по 15 марта в Вышнем Волочке в Казанском женском монастыре. 15 марта Ковчег вернется в Санкт-Петербург. Напомним, что в этом году в Спасо-Преображенском соборе состоялась первая рождественская служба. И в этом же году на освящение собора может приехать патриарх всея Руси Кирилл.